В период зимних праздников принято пересматривать тематические картины. Добрые новогодние фильмы советского кинематографа россияне до сих пор пересматривают с удовольствием. Зрители не забывают маленьких звезд этих комедий и сказок. Однако большинству актеров не удалось удержаться на волне успеха, и в зрелом возрасте они завершили карьеру в кино. Мы выяснили, кем стали дети актеры из тех советских фильмов и как они выглядят сейчас. Новогодние приключения Маши и Вити Наталья Симонова В далеком 1975-м на экраны вышли новогодние приключения Маши и Вити, которые до сих пор считаются одной из лучших зимних сказок СССР. Главные герои Наташи и ее партнер Юрий Нахратов сразу же обрели всесоюзную славу. Наташа немного шепелявила, но в фильме этот дефект стал изюминкой. Один из режиссеров этого фильма, Игорь Усов, в дальнейшем оказала немалое влияние на развитие и становление Наташи. Она считает Игоря Владимировича отцом, так как родного отца у нее не было. После успеха сказки она снималась в фильмах еще трижды, но уже в эпизодах. Уброс Маши годами преследовал Симонову. Сверстники даже называли ее именем героини. После школы Наташа поступила в Ленинградский государственный институт театра музыки и кинематографии. Но проучившись год, поняла, что это не ее призвание. Она пошла по стопам мамы и перешла на философский факультет университета. На одной из лекций она познакомилась со своим будущим мужем. Сейчас Наталье 53 года. У супругов трое детей – дочери Насти и Полина, а также сын Савва. Одно время Наталья преподавала философию в институте, но полностью посвятила себя семье, когда ее младший ребенок Савва пошел в первый класс гимназии. Юрий Нахратов Юра, сыгравший смышленого Витю, также не стал выдающимся актером. Впрочем, он пошел по стопам экранного героя и связал свою жизнь с технологиями. После школы Юрий Валентинович поступил в Ленинградский военно-механический институт на физтех. 54-летний Нахратов счастлив в браке. Он вырастил сына Тимура, который окончил Санкт-Петербургский техникум железнодорожного транспорта. Сам Юрий сейчас работает менеджером в одной из питерских компьютерных компаний. С большинством коллег по новогодним приключениям Маши и Вити он контакта не поддерживает. Но с Натальей Симоновой продолжает периодически переписываться. Валентин Карманов. Старый Новый год. Юный актер Валентин Карманов сыграл в федер-фильме «Старый Новый год». Режиссер фильма Олег Ефремов был так впечатлен талантом молодого актера, что подарил ему копию сценария, на котором написал «Предъявителя сего принять на актерский факультет без вступительных экзаменов». В 70-х Карманов снимался с легендами советского кино и, по его словам, чувствовал себя на равных с ними. Правда, о блестящей карьере в кино пришлось забыть, когда произошел несчастный случай. Машина с юным артистом попала в небольшое ДТП, после которого тот стал заикаться. Валентин смирился и стал жить, как обычный человек. Но и здесь не преуспел. Сейчас ему 52 года, и до последнего времени он вынужден был подрабатывать охранником в магазине. А в прошлом году он стал жертвой разбойного ограбления. Неизвестные напали на бывшую звезду и жестоко избили. Теперь мужчина не имеет возможности зарабатывать себе на жизнь и вынужден передвигаться на костылях. Валентин признается, что единственная его отрада – гражданская жена Ольга, которая искренне полюбила его, не зная о его блестящем прошлом. Анна Ашимова – чародеи Анна Ашимова в детстве занималась рисованием и пением во Дворце пионеров, куда однажды зашла ассистент Константина Бромберга в поисках новых талантов. Анну выбрали из огромного числа претенденток на роль экранной сестры Александра Абдулова. Именно эта роль Нины Пуховой принесла маленькая неизвестность на весь Советский Союз. На этом успех и закончился. Актриса решила не продолжать карьеру в кино и поступила в Государственную академию управления на факультет экономической информатики. Сейчас Анне 48 лет. Известно лишь, что она любит путешествовать и увлекается дайвингом. Личная жизнь Анны сложилась наилучшим образом. В браке с супругом Кириллом Гайдашем Анна родила сына Александра. Снежная королева Елена Проклова Актриса Елена Проклова получила главную роль в «Снежной королеве» режиссера Геннадия Казанского. Она сыграла бедняжку Герду, которая многие годы дружит с соседским мальчуганом Каем. Если остальные актеры были более чем известны до съемок фэнтези-фильма, то для Елены Игоревны кинолента стала прорывом в карьере. В последующем Проклова снялась в таких отечественных фильмах, как «Гори-гори, моя звезда, собака на сене, мимино, будете моим мужем». Сейчас актриса продолжает работать. Она была задействована в съемках военной драмы «Андреевский флаг» с Анатолием Васильевым и Юрием Стояновым. В свои 68 выглядит потрясающе, пусть и не без помощи пластической хирургии и косметологии. Трижды была замужем, есть две дочки от разных мужей. Вячеслав Цюпа Советский и российский актер Вячеслав Цюпа перевоплотился на съемочной площадке в Кая. Для Вячеслава Цюпы советский фильм «Сказка» не стал дебютным в большом кино. Создатели заметили его еще на съемках картины «Город мастеров» в 1965 году. Фильм сделал Цюпу популярным артистом в СССР. Тем не менее, его карьера актера так и не задалась. Последний фильм с участием Цюпы вышел в далеком 1976 году. В драме «Белый бим, черное ухо» он получил только второстепенную роль. Вячеслав Олегович завязал с актерской карьерой. Учился в Московском высшем музыкальном училище имени Гнесиных. Второй диплом режиссерский получил в ГИТИСе. Сейчас Вячеслав является главным режиссером детской оперной студии Красноярского театра оперы и балета. Наталья Седых. Морозко. На момент съемок Морозко Наталье было всего 15 лет. Именно эта картина и стала ее дебютной работой. Также она была известна как самая маленькая фигуристка Советского Союза. Она каталась на коньках с четырех лет и мечтала завоевать медаль на Олимпиаде. Наталья блестяще справилась с ролью Настеньки. Потом снялась в фильмах «Дети Дон Кихота», «Огонь, вода и медные трубы» и «Голубой лед». Новые предложения от режиссеров поступали ей постоянно. Но Седых окончила хореографическое училище и стала профессиональной балериной, разочаровавшись в фигурном катании. Вскоре она начала танцевать в Большом театре и со временем стала солисткой. В 1990 году 41-летняя актриса перешла в театр у Никитских ворот, где играла более 15 лет. Наталья была замужем за композитором Виктором Лебедевым и родила от него сына Алексея. Сейчас 73-летняя актриса на пенсии, живет в Москве. Субтитры создавал DimaTorzok